Девушки отдыхают 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 Это Кристина маленького Антона, а это Анатолий Наркевич. Буквально через несколько минут он станет крестным папой малыша. В тот же день своих духовных родителей обрела и совсем крошечная родная дочь Анатолия Катюша. Вот она на руках у женщины-блондинки. Семейный обряд крещения детей закончился таким же семейным ужином. А это уже наши дни, 17 лет спустя. 11 апреля Анатолий Наркевич спешил поздравить с 17-летием ту самую дочь Катюшу. Вот он буквально, наверное, за две минуты с дочерью разговаривал до взрыва. Был звонок, извинился там что-то по времени и все. Он спустился в метро вместе с любимой женой Галиной Пикулик. Она, кстати, всегда, когда мы с ним общались, сидели там в кафе, всегда звонила. Но она так заботливо о нем относилась, всегда звонила, уточняла. И Лена, жена моя, спрашивая, Толя говорит, кто там тебе все звонит? Он сказал, ну ничего страшного, отбери свою будущую жену, приезжай к нам на дачу. Хорошо. Вы собирались нас касаться? Да, наверное, собирались. Были ли у него такие намедения, может даже и повинчаться, я не знаю. Но он там живет в левую мужчину. Александр Новиков не стесняется эмоций. Незнакомый с Толя и еще с Академией. Лучшие друзья через все проходили вместе. Вместе становились мужчинами, вместе влюблялись, вместе становились мужьями и отцами. И вместе шли по карьерной лестнице. У вас же звуки с тем, что его нет? Нет. Не верю по сей день. По сей минуту не верю, что умом понимаешь, что его нет, а сердцем с ним. В следующем году настоящей мужской дружбе исполнится ровно 30 лет. Вот только отмечать эту круглую дату лучший друг будет уже без лучшего друга. За день до взрыва приснился сон. Такая черная стена отдаленная, стоят все родственники, которых уже нету со мной. Улыбающиеся такие. И рядом возвышенность. И люди такие не совсем печальные. Я сам себе думаю, как это на кладбище в день Пасхи и что-то как будто похороны. И затем, когда мы хоронили Анатолия с Галиной, и когда я поднялся на эту возвышенность, примерно вот этот полукруг и вот эта низина, она как будто фотография была с натуры. Романтик, который стремился жить, любил жизнь. И должен был жить. Ну, земля ему и всем остальным путь. Знаете, такое, наверное, впервые в жизни, если бы дало, что плакала из коллектива. Мы узнали о той горькой новости. Потому что действительно Анатолий Вардевич был очень хорошим человеком. А это последнее место работы Анатолия Наркевича. Пустой кабинет начальника. Еще заваленный документами стол и холодный стул. А это убитые горьим коллеги. Дальше без комментариев. Это человек очень широкой души. Просто действительно был человек человеческий, порядочный, высшей степени. Это для нас очень большая утрата. Будьте, как говорится, к друг другу ближе, любите друг друга. Говорите слова близким сейчас, не надо откладывать на завтра. То есть любите, уважайте друг друга и не откладывайте ничего на завтра. Это его комната вот была уже побольше. Там вторая, это Дочкина, была комната. Больше он у нас здесь, это его было. В свои 17 он тоже был примером для друзей и гордостью родителей. Ему страсть, как нравились машины и музыка. Он все время хотел шофер или автослесарь. Ну, у нас просто получилось так, что мы в Ивье нашли этот лицей. Там, получается, даже четыре специальности. У него выходило, вот он должен был закончить. Он даже учиться ездил за 130 километров от столицы, но каждые выходные обязательно домой. В этот раз все было почти точно так же. Только дела задержали в Минске. И на учебу Сергей поехал не в воскресенье, как обычно, а в понедельник. Получилось, он задержался, тут надо было с практикой, с правами, там врачи. И он решил в понедельник. Он уже поехал. Ну, автобус с дружной шел. Он пересаживался, как раз в это время и попал. Ну, с дружной на... То есть, в принципе, он не должен был вот там позаться? Должен был в воскресенье уже быть на учебе, в общежитии. Светлана Ивановна винит себя за то, что ничего не почувствовала. Хотя надеялась, конечно же, до последнего, что сын проскочит. Должен был проскочить. Как-то я спокойно была. Я была уверена, что он уже успел уехать в это время. Друзья, одноклассники, одногруппники, они не скрывают своих слез. И обещают, Серегину место за партой навсегда останется только Серегиным. Серега был самым моим лучшим близким другом. Мы были друзья. Самые близкие. Всегда было весело мне никогда. Мне было грустно. Всегда было весело. Он без меня не мог, я без него не мог. У него друзья старше. Разница и по три, и по четыре года. Но как-то со всеми он дружил. Все они пришли к нам. Наверное, заходили, видели, что они возле домов у Наташи. Да. Сергей Герасимчик не дожил до своего совершеннолетия ровно три месяца. Первая гадочка в нашей команде. Деток и деток. Вторая игра. Сестры Татьяна и Ольга с самого рождения росли независимыми и самостоятельными близнецами. Девочки никогда не пользовались своей внешней схожестью. Они не обманывали ни влюбленных в них мальчишек, ни строгих преподавателей. Мы никогда за друг друга не списывали, никогда за друг друга не отвечали. То есть вы самостоятельные близнецы? Абсолютно. У нас друг друга. Единственное, что она по моему паспорту в границе есть. В понедельник утром старшая на целых 10 минут. Сестра пообещала младшей Оле привезти вечером пару бутылок подсолнечного масла по оптовой цене. Я пришла домой 17.45. Мне говорят, позвони. Пусть возьмут. Я говорю, так 17.45, она еще едет домой. Лучше бы я позвонила, так задержалась бы на минуту, хоть телефон достала. Татьяна Захаркова не любила ездить в метро. Свой ежедневный маршрут «Дом. Работа. Дом» она всегда одолевала на 33-м автобусе. 11 апреля Татьяна впервые за долгое время решила проехать на метро. Всего одну станцию до Площади Победы. Роковую в своей жизни. Чувствую то-то, никто ничего не чувствовал. И мама в этот момент ехала как раз на станции, только ее поезд не остановили. Мама проезжала в эту станцию? Мама, она пересесть на Купаловскую не остановили по техническим причинам. Это она, она все плачет, что это я там должна была быть. А она не должна. Бабушка попросила 17-летнюю внучку Алину позвонить маме буквально за минуту до трагедии. Взрыв еще не успел прогреметь, а сердце пожилой матери уже сжалось от накатившей вдруг боли. Встретила Алинку, мама сказала, Алинка сказала, да что ты, бабушка, выдумаешь, мама только в 6 с работы выходит и вообще ездит автобусом. 42 года Ольга и Татьяна делили жизнь на двоих. Научиться жить одной за двоих – теперь самая сложная задача для младшей из близнецов. Александр Парфунцев – один из немногих, кто оказался в подземке не случайно. В это время он, как обычно, возвращался с работы домой. Про таких говорят золотые руки и светлая голова. Александр Парфунцев – механик от Бога. 30 лет назад своими руками он собрал 408-й москвич, а чуть позже – целый трактор. Природа, рыбалка, охота. Он очень любил фотографировать, но сам почему-то прятался от объектива. Сын военного, он еще с детства привык к перемене места и образа жизни. Из города в город, из одной школы в другую. Потом со временем родители Александра уехали жить за границу. Для сына же родиной осталась Беларусь. Здесь он нашел свою любимую, родил сына, построил дом и даже посадил дерево. Последние 40 лет одноклассники безуспешно пытались разыскать своего Сашку. И вдруг кто-то увидел знакомую фамилию по телевизору. Она вообще каждый день возвращается с работы в это время. И вот ровно переход. Где-то так и получилось, что по времени. Каждый плюс-минус две минуты она была ровно там, каждый день. Поэтому, не знаю, если так произошло, значит, ну, ей там лучше, наверное. Бог плохих людей не забирает так рано. Женя ждал нас в машине возле дома. С собой лишь мамины фотографии и диск с видео из домашнего архива. Здесь они на отдыхе в Турции. А это свадьба мамы и отчима. 12 лет назад, в 32 года, Наталья Абражей наконец-то нашла свое женское счастье. На самом деле мы даже, когда поставили венки, все остальное, у нас больше всего венков. И всех было, кто рядом был на этих местах на кладбище. В последние 8 лет Наталья работала главным бухгалтером на деревоперерабатывающем предприятии. Из Минска каждый день приходилось ездить за 40 километров в Раков. Все просто. Сначала на метро до Каменной горки, а потом на служебном микроавтобусе почти до самого кабинета. Также добиралась и с работы домой. Только в обратном порядке. В этот день, в 17.32, это время запомнили девочки-бухгалтера, наш микроавтобус подъехал к станции метро Каменная горка. Втроем три бухгалтера вошли в метро. Двое из них вышли на станции Неменьки, а Наталья Валентиновна доехала до станции Октябрьской, где она делает переход на первую линию. Ну а дальше? А дальше случилось то объяснение, чем она не надется никогда. Через 4 минуты после взрыва позвонили знакомые на работу и сказали, что взрыв произошел. Сразу начал смотреть, что. И когда увидел время, сразу вот в этот момент уже все оборвалось. Это о таких отношениях мамы и сына снимают красивые фильмы и пишут романы. У нас с мамой были очень хорошие отношения, мы, в принципе, никогда не ругались, не конфликтовали. Глядя на вас сегодня таких молодых, красивых, счастливых, мы за вас все рады. И дай бог, чтобы вся ваша жизнь была такой же красивой, как сегодня. Когда-то давно высшее образование стало в семье ображей чуть ли не единственным предметом спора. Пять лет назад именно Наталья настояла на поступлении сына в университет. И через пару месяцев мамина мечта осуществится. Потому что, не дай бог, в жизни, если случится вообще горе и остаться одному, это, наверное, можно с ума сойти. Обычный понедельник, обычный рабочий день. Она, как обычно, возвращалась к себе домой. К мужу, к дочкам, к внучкам. Да, я ее увидела по телевизору, показывала. В списке подружек. Нет, как ей помощь оказывали. Мы тогда по больницам поехали искать. Ни в одной больнице ее не было. Ее коллеги уехали всего на пять минут раньше. А потом оказалось в роковых. Пять минут. А Анна Викторовна забежала в магазин. Затем спустилась в метро. Я с ней только в начале шестого по телефону поговорила. Она мне сказала, что она выходит с работы. И все. Настоящая хозяйка большой семьи. И главные бабушкины помощницы – внучки пяти и двух лет. На этой фотографии Анна Викторовна со старшей Алинкой. Малышки по-прежнему каждый вечер ждут бабушку домой. А родители просто не знают, как объяснить, что бабушка к ним больше не вернется. Мы сказали, что бабушке сердечко болит. Она уехала лечиться. В руке младшей дочери маленькая фотография мамы. Фотографий осталось много. Еще больше воспоминаний. Но даже это никогда не перекроет Ирину боль. А когда последний раз успели сказать, что мамы умерли? Я ей давно об этом не говорила. Я ей только сказала об этом в последний раз. На похоронах. Я не помню, когда я ей последний раз говорила при жизни. Через полгода шагой к Анне Викторовне исполнилось бы 57. Глядя на свою первую учительницу, маленькая, но серьезная Оля уже тогда знала – она обязательно станет такой же. Серебряная медаль в Барановической гимназии. Поступление всем на зависть в столичный лингвистический университет. А потом обратно в университет Барановичи. И вот перед ее глазами – ее первые студенты. Теперь уже Ольга Эдуардовна – преподаватель английского языка. А потом Оля поняла – этого мало. Нужна стажировка и новая мечта. Вернулась в Минск, устроилась переводчиком, как истинный полиглот, выучила еще и турецкий. И вытащила счастливый билет. Ольгу Соловьеву пригласила один из крупнейших университетов Турции. 11 апреля она купила билет домой. Она ехала к маме похвалиться удачей и посоветоваться. Как быть? Оля везде хотела быть первой. Первой она оказалась и в списке погибших. Перепутали отчество. Потому мама ждала до последнего. Когда дочь вернется домой. Последняя поездка в Москву оказалась для него последней в прямом смысле. Поезд метрополитена вез его к поезду на привокзальной. Позвонил вечером. Говорил, что уезжает на два месяца в Москву. И что через два месяца вернется. Вернется и после этого мы встретимся, поговорим. Он все расскажет. Как ему? Больше не поедет туда. Виталий Бакан уже давно привык жить между двумя столицами. Между Минском и Москвой. Между семьей и работой. Он знал, что всех денег не заработаешь. Только врожденная заботливость. Всюгнала его за рублем. Всех берег. Свои проблемы он никому старался не рассказывать. Он говорил, да совсем можно справиться. Абсолютно совсем. Для семьи Виталия трагедия 11 апреля стала двойной. Они ужаснулись взрыву, а через сутки просто не поверили своим ушам. Как оказался в метро Виталий, не могут понять до сих пор. Ведь он попрощался с семьей накануне, сказав, что в воскресенье уезжает в Москву. Звонок с утра. Мы все решили, что он в Москве. Мы даже не искали его никто. Только после звонка мы были в шоке, что его нет. Почему Виталий поменял свои планы и тут злополучный билет, не ответит уже никто. Вещи остались в камере хранения. Память о нем в сердцах родных и близких. Он брат. Мы его все равно любили. Таким, какой он был. За свои 13 лет дочь Виталия Илона успела потерять папу уже дважды. Девочке было всего годик, когда родители разошлись. Потом, конечно же, у дочери и отца были встречи, потом расставания, а потом снова встречи. Нет, они не часто виделись. Разве это играет роль? Он ее все равно помнил, все равно любил по-своему. Если имеет значение. Все, не могу больше. О том, что папы больше нет, Илоне решили пока не говорить. Реакция подростка вызывает серьезные опасения у взрослых. Как мы все время говорили, маленький и иногда носили его на руках. Ему иногда это нравилось. Его называли Рататуй, как главного персонажа из одноименного мультфильма. Полгода назад Сереже Сербаеву неслыханно повезло. Повар по образованию и призванию устроился на работу в семейное кафе самих мирных. Как отзывались о нем коллеги по работе, что он был необыкновенным поваром. Был как бы заводным ключиком. Хоть был и маленьким, так сказать, человеком, но большим. Лучший друг Леша с первого класса делил с Сережей школьную. Парту всякое бывало. Приходилось драться и между собой, и с ребятами из соседнего поселка за свою территорию. Потом окончили 11 классов. И каждый пошел по своему направлению. Я поступил в институт, он поступил в техникум, учился на повара. В понедельник, 11 апреля, у Сережи Рататуйчика был законный выходной. Первую половину дня парень провел в родном поселке Правдинском вместе с другом детства Андреем. А потом... У него появилась такая необходимость поехать в Минск, чтобы встретиться с своей девушкой. Одноклассник его отговаривал. Говорил, чтобы давай еще погуляем, походим по поселку, посидим в интернете. Но он отказывался. Говорил, что ему надо успеть на автобус. На автобус до Минска Сережа все-таки успел. А вот до вокзала так и не доехал. Не дождавшись любимого, девушка позвонила его маме. Буквально через час надежды не осталось ни у кого. Он точно там. А может, он только пострадал, но выжил. До места свидания Сергей Сербаев не доехал всего одну станцию. Шансов выжить практически не было. В момент взрыва он находился в вагоне. В тот день я ему хотел позвонить, но почему-то я не позвонил. Жалеешь об этом? Да. Очень жалею. Аленка, ты рада, что Рома приехал? Нет. Нет. Нет? Тогда или нет? Такая лохматая, где-то заколка. Это видео из домашнего архива семьи Коптюхов. Старший брат Ромка на даче с маленькой Аленушкой. А это уже другое видео. Не должно так быть, что родители охраняли своих детей. Такой нелепый случай произошел, что сложно даже подобрать слова. Призер Олимпийских игр по метанию диска Василий Коптюх с гордостью говорит о старшем сыне в настоящем времени. Мой сын – это моя гордость, который воспитал так, как меня воспитывали родители. Аль-Труизк никогда не пройдет под дороги, что если камень валяется, он поднимется, чтобы другие пришли. В маленькой двушке Ромке на правах старшего сына выделили целую комнату. Мама, папа и маленькая сестренка ютились во второй, чуть побольше, на троих. В тот день отец с сыном встретились в последний раз за обедом. Сын не собирался никуда уходить, но в последний момент почему-то передумал. Я пытаюсь это справиться, но не знаю, у меня очень тяжело. Очень тяжело. Эмоций почти нет, уже не осталось, но все равно как бы я срываюсь. Сложно. В 17.56 Роман Коптюх как раз выбегал из тоннеля между Купаловской на Октябрьскую. А в чем он был одет? Ну, светлая куртка, рюкзак. Кроссовки и брюки. Я видел, по телевизору показали. За секунд, за несколько секунд до взрыва он был... Спускался. А я спускался, да, то есть... Черный рюкзак, черный рюкзак. Да. Черный рюкзак, посылка. Да, да, да. Причем сразу не заметил, когда я это увидел. Это просто как-то, не знаю, это судьба или какая-то жестокая судьба как-то. Вот он, на видео. Парень сбегает по лестнице. Потом взрыв. И даже в этом тумане видно, как Рома пытается вернуться в тоннель. Но падает на месте. У трехлетней Аленушки каждый новый день начинается и заканчивается вопросом о Ромке. Ей объяснили, что брат ушел и что оттуда не возвращаются. Но когда-нибудь все вместе они обязательно встретятся. Только торопиться жить не надо. Рома куда-то далеко поплыл. В этом фильме мы намеренно избегали кровавых кадров теракта. Здесь не было реконструкции событий, материалов расследования и жареных фактов. В битве за зрителя многие почему-то забыли о людях. 12 разбитых семей, которых 11 апреля 2011 года навсегда связала станция метро, ставшая конечной для их родных. Мы уже заканчивали работу над фильмом, когда нам позвонили друзья-музыканты. Через пару дней после взрыва, когда первые эмоции улеглись, известные всей стране люди написали песню. Песню о том, из чего сделать выводы не бывает поздно. Никогда. Эхо взрыва вновь звучит, шрамом не стереться. И осколки вновь летят, рикошетом в сердце. Разлетаясь, ранят стих, между строк впиваясь. На ступенях, на цветах, горит слез осталось. Где-то там, на этаже, нет окна света. Тот, кто жил там, не придет. Нет его на свете. Будем помнить вечно и не забывать. Нет оживших, не вернуть назад. Если все забудется, беззащитным станешь ты. Память нас хранит от слепоты. Если все забудется, беззащитным станешь ты. Память нас хранит от слепоты. Каждого четвертого на земле не стало. Неужели, господи, этого нам мало? Нет войны средь бела дня, снова кровь пролилась. Нужно стать плечом к плечу, чтобы не случилось. Чудо жизни сбережен. Помнят все, что было, чтоб такое никогда Вновь не повторилось. Нет, не могу, перед камерой не могу, все. Память нас хранит от слепоты. Память нас хранит от слепоты. Продолжение следует. Продолжение следует...